Алексей Михайлович, планировалось, что вот это доклад, если доглад, за и против. Ну, так в одном докладе не бывает, чтобы я и за, и против. Значит, как бы, моя тема, значит, все проблемы скрининга, и кто против скрининга. А, значит, Тётя Владимирович, наоборот, жизнеудовердяющий, за скрининг. Позвольте начать. Ну, вот обычно, когда выступают как сторонники скрининга, как и противники, потому что Алексей Михайлович упоминал, канадские исследования, обычно приводят вот эту схему, которая показывает, что, значит, как бы от возникновения опухоли, схема Шварца до кончания жизни, проходит там примерно 45, там, или более, многие годы. Фактически мы с помощью, там, допустим, маммографии или других методов изображения выявляем опухоль, когда, которая прошла уже большую часть этого пути, свыше 30, значит, удвоений. И вот это время, которое здесь указано, значит, так называемый интервал, или время опережения, или там бояз. Вот если удается сдвинуть вот это время хотя бы там на 2-3 года, то можно как бы ожидать улучшения выживаемого снижения смертности. Если этот отрезок значительно меньше, то фактически пациент раньше времени как бы узнает о диагнозе, на самом деле заболевание неизлечимо. Ну, это обычно так, одни сторонники скрининга говорят, что срок любой, срок позитивен, а вот противники, значит, вычисляют сроки, когда фактически выявление заболевания рана никак не меняет исход заболевания. Ну, мы знаем, что исследовано много программ, в том числе маммография, которые обычно сравнивают по рандомизированным исследованиям, и там действительно видно, что благодаря скринингу, если сравнивать с популяцией, которая не подвергалась скринингу, там на 20-40% снижается смертность. Мы знаем программу, так называемую, МХИТ-САДИА, это Филипп Стракс в Америке, который в 70-х годах провел, вот по этой программе, провел сравнение маммографии и, значит, просто физикальное исследование. Кстати, в 77-м году мы были у него вместе с профессором Старинским из института Герцена, замдиректора, были там в гостях, он нам даже подарил эти книги. Значит, у него время опережения было полтора года, и тем не менее снижалась смертность. И это стало как бы основой для других исследований в Скандинавии и прочее-прочее. Другие методы, ультрасонография, пока нет доказательств эффекта, магнитно-резонансная маммография при наличии мутации, возможно, она будет методом, искали оценка самообследования. Ну, так получилось, что в 80-х годах по решению, значит, ВОЗ, Северная организация здравоохранения, наш институт был избран, и Московский центр имени Блохина, то тогда еще Николай Николаевич был жив, для оценки самообследования как простого метода выявления заболевания, дешевого, который пригоден, значит, для многих регионов, в том числе, там, для Индии, для Китая, тогда еще небогатой страны, и для России, ну, и для других стран. Вот, было там такое соперничество, но, как бы, там финская делегация была, из Германии, американцы, которые отстаивали, что они проведут. Ну, мы просто сказали, что в России не практикуется самообследование, поэтому очень легко оценить методы. В остальных странах это, как бы, ежемесячная практика. Ну, в общем, вот Карл Сикора, тогдашний руководитель Международного агентства по изучению рака, он же главный редактор журнала Cancer Strategy, вот, он, конечно, поддержал Россию, ну, тогда Советский Союз, и программа началась как в Москве, так и в нашем институте. В Москве это вел, значит, как бы, отдел организации против раковой борьбы, профессор Сагайдак и доктор Михайлов, у нас, наоборот, поручили это, значит, отделение опухоли молочной железы. Мы сразу же поняли, что одним, так сказать, силами института, это просто не выполнить эту программу, она рассчитывалась на 20 лет. Мы обратились, ну, да, комитет здравоохранения, подключили всех районных онкологов и все медико-санитарные части Ленинграда, вот, значит, большинство. Значит, рандомизируясь не пациент, даже невозможно рандомизировать, одного обучать, другого нет. А, или поликлиники, где проходило обучение, или не проходило по рандомизации, или, значит, медицинские части, которые там были хорошо развиты, оснащены и, в общем, имели возможность. Полтора года шло обучение врачей и медсестер, как надо учить женщин, как они сами сдавали экзамены даже. И первые годы этой программы, вот, казалось бы, там, нащупанка вот этот метод, и выживаемость в группах, которые себя регулярно самообследовали, казалось чуть выше, чем в группе непрактикующих, ну, в тех поликлиниках и прочее. Однако оценка через 15 лет не подтвердила вот этих, вот этих благих настроений, поскольку смертность популяции оказалась одинаковой и в той, и в другой группе. Вот. В московской части она была меньше у практикующих, в нашей части нет. Значит, когда эксперты ВОЗ оценили программу, и, значит, мы, к счастью, тогда нашли очень квалифицированных биостатистов, которые, как бы, расписали все признаки, которые вообще до 80 признаков, включая, там, зарплату, образование, наличие, там, факторов риска и так дальше. И мы эти все признаки включили во все 120 тысяч обочинных и не обочинных женщин. А в московской части они это включили признаки только для больных раком молочной железы. Когда выяснилось, что заболеваемость в Москве в этой группе ниже, чем заболеваемость вообще в Москве, они усомнились, эксперты начали проверять все эти данные. И в результате, в общем, только результаты из Ленинграда были приняты как соответствующие требованиям ВОЗ. Ну и, в общем, оказалось, что метод-то, как бы, не работает, хотя он и почти бесплатный. А и Минздрав, и руководство ВОЗ надеялись, что это будет позитивным результатом. Нас даже осуждали, ну как же так? Посмотрите, в Москве, в общем, нормально все получилось. Но кроме этого, значит, политика ВОЗ такова, что она приглашает экспертов из всех стран. Экспертов по биостатистике. Они оценили, посмотрели материал и поняли, что только, значит, данные Ленинграда, Петербурга соответствуют международной, значит, как бы, системе. Она пригодна и для маммографии, значит, все признаки, все это. Нажатием кнопки можно было бы всю информацию о том, что происходит. Ну, одним словом, мы доложили эти результаты ВОЗ. ВОЗ, значит, Николай Павлович Напалков тогда был помощником, значит, руководителя ВОЗ. Выступали сначала финская делегация, Гизелла Гастинана, она сказала, что у него получается, и там выживаемость и смертность гораздо ниже в практикующих самообследованиях. Выступили мы, где показали, что никаких отличий нет. Вот, и выступили американцы, значит, в Америке данных не было, они исследовали китайскую, это да, республику ВНР, 400 тысяч женщин. И сказали, что полностью подтверждаются данные, значит, Ленинградского проекта, никаких отличий, никакого улучшения ни выживаемости, ни снижения смертности не происходит. Надо идти на другие методы и так дальше. Ну вот, и, ну это просто вот так бы, как бы, история. А вот, скажем, начиная с 2001 года, есть такая организация, вам известная, как охрана, коллибрейшн, два исследования, Гетца и Джерсон. Как раз из стран, где практикуется маммографический скрининг, устойчиво публикуют данные о том, что сам скрининг маммографии неэффективен в сменежении смертности, как политика. То есть, ну, можно рассматривать разные направления, но если ориентироваться только на маммографию, то большого эффекта нет. Вот, и, конечно, значит, очень важно, какую позицию в этом случае занимает руководство отдела РАКО ВОЗ и МАИР. Значит, они заняли двойственную позицию, что да, но самообследование, понятно, уже доказано. До сих пор получаем, кстати, приглашение и просьбу выслать все откиски наших публикаций в консистраторе, в этом журнале и так далее. Значит, до сих пор пытаются что-то там доказать, что вот можно и обходить самообследование, особенно для развивающихся стран. Так вот, они не заняли такой четкой позиции. Вот видите, значит, написано, что если, ну, понятно, что маммографический скрининг это хорошо, но для многих стран он просто неприемлем по разным причинам, стоимость этого мероприятия. Что достаточно, если врач, там, специально обученный, даже не онколог, обследует, пальпирует, хотя бы раз там в 3-4 месяца, то это снизит смертность от заболевания. В том смысле, что ведь погибает не от 1-2 стадии, как они трактуют, а умирают больные 4 стадии, иначе их будет меньше. И поэтому это рентабельно, недорого, неэффективно. И вот это двойное, вот такое половинчатое решение отдела раковоз, оно послужило именно тому, что вот эти критики маммографического скрининга продолжают, как бы, публиковать исследования. Хотя, если брать показатели смертности, то среди всех, вот как бы, уделенный без смертности от рака молочной жизни, менее 5%. И любой регистр, даже самое совершенно, может не уловить истинных причин смертности. Пациент, рак молочный, может умереть от инфаркта и других заболеваний, а в регистре он регистрирует смерть от основного заболевания. То есть, искусственно, как бы, увеличивается смертность, на самом деле, не имеющая отношения к раку. Так вот, один из очень важных, как бы, негативных оценок, это так называемая сверхдиагностика. Значит, скрининг выявляет до 30% рака инситу. Вот как здесь показано. Дело в том, что, скажем, вот у нас, в нашем институте, около 3-5%. Ну, в Ленинграде, в Петербурге, еще меньше. Значит, 1-2% в России. Это, как раз, вот тоже, что Алексей Михайлович отражает, что настоящего маммографического скрининга, как бы, не просматривается. Нет рака инситу почти, тем более, дуктального. Так вот, доктор Маркл Баум, такой англичанин, руководитель английских программ, в том числе, значит, химиотерапии, там, скрининга. Он, начиная вот с 13-го года, вот уже в течение, заявляет, что, вот, значит, какие тратим огромные деньги. Значит, выявляем вот этот рак инситу, вынуждены их оперировать, проводить лучевую терапию и гормонотерапию. С чем, кстати, только что просчетчивая конференция Сан-Галлен в виде не согласна, что не надо проводить там ни лучевую терапию, ни гормонотерапию. Это заболевание не угрожает, как бы, жизни пациента. Следующий дод, что, и это доказано, что среди женщин, там, около, там, молодых до 50 лет, наблюдается дополнительно от 100 до 200 смертей от рака молочной железы в результате скрининга, то есть маммографии. Ну, имелось в виду, вот, те дозы, которые были в то время, вот, применялись, вот они. А вот у пожилых это реже. Но тут надо, конечно, отмечать, что все-таки спасенная жизнь, там, на миллион участников, значительно выше во много раз, чем вот этот побочный эффект скрининга. Ну, и вот, как-то не странно, вот, уже с 13-го года вот эти два автора, и постоянно выведены на публикации, все равно устанавливают, что надо сохранить там, где возможно, значит, маммографический скрининг, а где это так дорого и невозможно, то, значит, надо ориентироваться на обычное физикальное исследование. И здесь следует отметить, что идет, как бы, соперничество фармкомпаний, которые выпускают современные лекарственные препараты, и соперничество компаний, которые занимаются диагностикой и аппаратурой соответствующей. Так вот, когда стало известно, что разные по типу рака молочной резины по-разному протекают, и по-разному выявляются в результате скрининга, то выяснилось, что при, в основном, особенно при гормонозависимых опухолях, алюминальных, пациенты выигрывают не от скрининга, а от лечения системы на лечение. И даже трижды негативный рак, высокоагрессивный, который часто пропускается, он попадает в интервальные раки, даже вот в нем скрининг как раз-таки имеет значительное преимущество, то есть раннее выявление вот этого минимального опухоли позволяет спасти жизнь многих пациентов. Но тем не менее, вот такие вот сопоставления, это вот последние данные, касающиеся десятков тысяч пациентов, показывают, что да, оба подхода, и системное лечение, и скрининг, они дополняют друг друга. Но дело все в том, что удельный вес скрининга снижается в этом показатель снижения смертности. Но это не значит, что снижаются абсолютные уровни выявляемости, допустим, минимальные. Вот как выявляли их там, допустим, из 100 тысяч у 300, так и выявляют. И большинство из них опухоли, отъясненные к первой стадии. Ну и, если вернемся, да, вот возвращаясь к этой, вот то, что мы начинали, что мы начинали, ну мы видим, что, конечно, как бы, ну там Пётр Владимирович, вот говорите, что все-таки, как бы, скрининг, это даже и показатель, как бы, самой культуры населения. Не только, вот там, ответственность врачей, там, организаторов, но и культуры населения. Вот в Швейцарии, допустим, не проводится, вот только что было совещание, митинг в Вене. И там выступали эксперты из Швейцарии, где не проводится никакого скрининга, но снижается смертность. Так они объясняли это очень просто, что в Швейцарии любая женщина, 50 лет и старше, идет ежегодно или раз в два года на маммографию без всякого приглашения. Просто культура населения, что надо, потому что частые заболевания, много там смертельных исходов и так далее. Ну, это, как бы, составляющая, в том числе, и скрининга. Ну, и надо сказать, что все-таки вот такие серьезные международные организации, как МАИР, Международный агентство по изучению рака, Европейское общество, Евросома, ЕСМО, АСКО, Все вот эти общества, так или иначе, понимая вот все эти проблемы, о которых я говорил, они все же поддерживают скрининг, как необходимая часть, так сказать, лечебных подходов для снижения смертности. Понимая, что там и очень важные психологические проблемы и так дальше, поэтому, когда мы говорим о негативных странах, это неизбежно. Ну, и химиотерапия и все другие виды легенды, чего это не проходит без осложнений, без побочных эффектов, но конечный результат все-таки приводит к снижению смертности. Спасибо.